приветствую всех на канале сегодня у нас посылка о посылке платка небольшая маленькая плата это у нас генератор прямоугольных импульсов на микросхеме ne555 вот она плата в крупном виде качественная все детали обозначены схема довольно таки простая им содержит вот переключатель внизу показан при помощи которого меняется конденсатор и и соответственно частота с которой генерируются сигналы также регулировка осуществляется двумя потенциометрами по 10 килоом вначале нужно запаять низкие элементы это у нас резисторы так я всегда проверяю номиналы тестером потому что могут быть бракованные детали вот дальше у нас монолитные конденсаторы тоже проверяю тестером эти детали комплекте отсутствует но не страшно так как эти детали распространенные их легко найти с разбором проверяясь это диод тоже бушные бывшие употребления но сгодится так ставим по месту полярность учитываем электролитический конденсатор тоже проверяем тестером вот номинал и состояние устанавливаем согласно печатным платье так эта кроватка для микросхемы также потенциометры проверяем тоже бушные обязательно проверяем и устанавливаем по месту на плате ну что ж спаял схему схемка как видно не сложная сборки минут 15 занимает детали практически все бушные этом преимущество покупки только платы если у кого есть детали с разборок разных вот как правило даже детали с разборка они качественнее чем детали которые продаются на алиэкспрессе теперь у нас осталась тестовая часть протестируем для этого нужно осциллограф все готово для испытания тут замечательно осциллограф такой недорогой но в то же время 100 мегагерц это круто вот так что я его подключил здесь у нас все подключено питание будем от лабораторника давать так это чтоб не замкнуло немножко развести как бы так ну давайте подадим напряжение так сначала я на схему подам и потом осциллограф запустим слагов о что он показывает так частоту 59 килогерц и вот тут у нас вот такая прямоугольный самые ну как бы сложные импульсы вот такие прямоугольные да вот 50 60 килогерц он показывать неплохо для такого малыша дешево дешмана так скажем так но кривая немножко немножко есть и шумы связанная видать нос с соединениями а так неплохо давайте поменяем чистоту с помощью отвертки можно менять чистоту и скважин с так называем скважин с это расстояние вот между значит одним прямоугольником вторым вот так что вот мы меняем значит кривую так уменьшается частота видно так плавно мы изменяем кривую если надо геометрию подстроить вот нажимаем авто хороший осциллограф за такую низкую цену чем удобный потому что он портативный вот давайте частоту поменяем ступенчатый вот с помощью этого переключателя вот так что у нас тут будет авто нажмем и у нас уже 673 герца это же кривая почти идеальная но помехи есть но что хотим и конечно за копейку купить и получить на миллион да так не бывает вот но еще меньше давайте частоту эти частоты хорошие для проверки усилителя например то для разных устройств так 60 герц но еще есть частота у нас ниже стоит ли проверять в принципе я вижу работает тут все вот можно и скважин сменять можно и чистоту менять но все отлично работает очень доволен но здесь вообще наши десяти герцах не вижу особых таких проблем с кривой то есть все нормально отлично очень доволен в основном данный модуль будет использоваться для тестирования разных устройств например усилителей при запуске допустим какой-то техники либо какие-то схем проверки то же самое спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет ничего интересного пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...